В ночь на 30 июня разгорелись ожесточенные бои. Противник, засевший в Слудске, отчаянно сопротивлялся. Но устоять над натиском советских войск гитлеровцы не смогли. Развивая успешное наступление, советские войска в конце июня один за другим освобождали белорусские города и села. Войска 1-го Белорусского фронта под командованием маршала Советского Союза Рокоссовского быстро продвигались на запад. На Слудском направлении вперед продвигалась конно-механизированная группа генерал-лейтенанта Плеева. Ее передовые части 26 июня вышли к реке Птич и форсировали ее. 28 июня взяли старые дороги. В Слудске оборонялись две немецкие пехотные дивизии. Для гитлеровцев этот город имел очень важное значение, так как стянутые сюда танки, артиллерия и пехота прикрывали Минск с юга. В ночь на 29 июня передовые части группы генерал-лейтенанта Плеева форсировали реку Ореса. Подошли к окраине города и начали выбивать противника с внешних оборонительных рубежей на подступах к Слудску. Звязался бой. С воздуха сухопутные войска прикрывала авиация. Восемь штурмовиков Ил-2 под прикрытием четырех истребителей Як-9 нанесли бомбовый удар по железнодорожной станции Слудска. Из воспоминаний летчика штурмовой авиации, героя Советского Союза Григория Баламуткина, с высоты 900 метров сбросили бомбы, реактивные снаряды. Затем открыли пушечно-пулеметный огонь. Внизу были видны развалины Слудска. На высоте 400 метров увидели, как загорелся самолет Михаила Дроботова. Но летчик продолжал вести прицельную стрельбу, пока самолет не врезался в землю. В ночь на 30 июня разгорелись ожесточенные бои. Противник, засевший в Слудске, отчаянно сопротивлялся. Но устоять над натиском советских войск гитлеровцы не смогли. На рассвете 30 июня 1944 года Красная Армия подошла к городу. Первыми с юго-востока в Слудск ворвались части 9-й гвардейской кавалерийской дивидии. С северо-востока по врагу ударили танкисты 219-й танковой бригады, а с северо-запада – воины 10-й гвардейской кубанской кавалерийской дивидии. К вечеру немцы начали отступать. И отступая, они пытались уничтожить все то немногое, что осталось в городе. Поджигали дома, взрывали промышленные предприятия, фашисты сожгли и разрушили моторно-ремонтные литейные заводы, хлеб-завод, масло-сыр-завод, мукомольный завод номер 6, мельницу «Восток», здания других промышленных предприятий. Была уничтожена вспомогательная электростанция, необходимая для пуска главной станции. Высоковольтная и низковольтная городские сети были сильно повреждены. В городе осталось только 6 грузовых автомашин и 12 лошадей. Слуцк был разрушен больше, чем на 80%. Полностью уничтожить город врагу помешало лишь стремительное наступление советских войск. В Слуцке, в котором до войны проживали 21 947 человек, после освобождения осталось всего 6829 жителей. Всего за годы оккупации в Слуцке и в Слуцком районе гитлеровцы расстреляли и замучили 26 307 человек, в том числе 11 150 жителей города. На каторжные работы в Германию были угнаны 1311 человек. В Слуцке в 1941-1944 годах были замучены, расстреляны, сожжены живьем, умерли от голода и эпидемии более 14 тысяч человек. Днем 30 июня командование конно-механизированной группы доложило в штаб фронта, что в 11.30 Слуцк освобожден от немецко-фашистских захватчиков. Но еще на протяжении часов двух на окраине города продолжались бои. В то время как на улице Центральной мирные жители уже приветствовали освободителей, западная окраина города еще полыхала в огне. Выбив противника из самого города, части Красной армии отбили танковую контратаку немцев за городом и продолжили продвигаться на запад. В этот же день, 30 июня, территория Слуцкого района была полностью очищена от врага. Многие населенные пункты были освобождены партизанскими отрядами. Восьми частям и соединениям, особо отличившимся при освобождении города, были присвоены почетные наименования Слуцке. Также 30 июня были освобождены Любанский, Краснослободской, Лещенецкий, Копоткевичские районы.